В минув же воскресенье нефтекамцы, гуляя по парку, заметили, что на большой сцене не хватает одного фрагмента сцены. Это сейчас она заколочена, но 9 марта в ней зияла дыра. 9 марта в городском отделе полиции зарегистрирован факт умышленного хулиганства. Группа лиц повредила фанерную перегородку большой городской сцены. В настоящее время полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Не во всех городах мы знаем, есть такая большая сцена. Не могу даже назвать этих людей, подобрать, вернее, слово, как их назвать. Но вот варварски практически отнестись уже в эти праздничные дни. Эта сцена была второй раз взломана и, в общем-то, нанесена порча имуществу. На новогодних каникулах неизвестные изрядно попортили внутреннее помещение большой сцены. Остается догадываться, с какой агрессией и силой крушили стены, двери неизвестные. Сегодня практически все отделочные работы, которые были сделаны силами городских предприятий и организаций в подарок юбилею Нефтекамска, восстановлению не подлежат. В прошлом году на обустройство этого объекта было потрачено около полутора миллиона рублей. Теперь же двери разрушены, стены пестрят дырами от ударов ног, проводка вырвана. Вандалы не только проверили прочность гримерок, но и цинично оставили свои автографы. Хотелось бы обратиться всем к жителям нашего города, быть более патриотичным к своему городу, любить, уважать тот труд, который вкладывают неравнодушные люди. Все это мы делаем ради нас же самих, во благо наших жителей, чтобы на любой праздник, на любое мероприятие не только зрители получали удовольствие, но и те люди, которые доставляют и показывают номера, праздничные концерты. Лилия Ахметова, Альберт Гарипов, Артур Бодридинов. Информационная программа «Ежедневник».